Президент России Владимир Путин своим указом удостоил проректора по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле, директора Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Дениса Нургалиева почетным званием, заслуженный деятель науки Российской Федерации. На самом деле в этом ничего особенного нет. В университете очень много людей, которые имеют такое звание. И в России, в стране очень много таких людей. Ну вот по достижению определенного уровня человек может получить такое звание. Тут ничего такого особенного нет. Я так думаю, что это нормально. Проректор Дениса Нургалиева началась 50 лет назад, когда он студентом поступил в Казанский государственный университет на геолога. Оглядываясь назад, проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле говорит, что его всегда тянуло к знаниям. В юности директор Института геологии и нефтегазовых технологий. Часто пропадал в библиотеках. Читал научные книги и журналы. Постоянно изучал что-то новое. Денис Нургалиев признается, на каждом научном произведении университетской библиотеки стоял номер его читательского билета. Я занимался всегда тем, что мне было интересно. Увидел я, как месторождение нефти образуется. Я начал изучать эту проблему, потом взял эти образцы, нашел, померил их, нашел интересную вещь. Мне это было интересно. Потом, когда я поступал в аспирантуру, сказал, что я буду нефтью заниматься, нефтью. Да, не буду заниматься, я пойду наукой заниматься. Аспирантура, преподавание в институте, где сам не так давно был студентом, докторской и кандидатской работы. И вот, пройдя свой путь, Денис Нургалиев, директор Института геологии и нефтегазовых технологий, проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле. Под его чутким руководством в Казанском федеральном университете развивается множество проектов, которые отмечаются не только на университетском, но и на федеральном уровне. Как отмечает Денис Нургалиев, главное жизни – заниматься тем, что тебе нравится, развиваться и не стоять на месте. Ведь в наше время, когда существует масса возможностей и технологий для производства своих проектов, важно ставить перед собой глобальные задачи. Азалик Влахметова, Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.